дорогие друзья едем в москву хотела показать сейчас интересно спереди было впереди едет жигуленок который тормозит вот весь наш ряд то есть он едет очень очень наглядно сейчас видно что он прям вообще практически не едет всем привет дорогие друзья сегодня у меня будет как всегда ежедневный москва это не только город огромных возможностей но и колоссальные колоссальные пробки на дороге в общем хотели мы с Оксаной поехать в центр погулять но надо было знаете как подсказывала интуиция вот спрашивают там почему есть машина вы не едете на машине едете на электричке потому что в Москве очень большие проблемы с парковкой там допустим направо Ленинградская шестрация а нет прямо Шереметьево написано вот и в общем-то промахнулись мы хотели на парковке оставить машину поехать дальше на метро в центр потому что в центре ну машину вообще очень сложно поставить и в общем промахнулись уехали на МКАД на МКАД совершенно другую сторону в общем с МКАДа сейчас развернулись в обратную сторону проехали до Крокус сети уехали дальше да поняли в общем что вот уже бессмысленно ехать в центр сейчас уже будет темно и таким образом уже два с половиной часа в дороге теперь перейдила на Шереметьево перейдила на Шереметьево перейдила поворот на Шереметьево решили что мы не поедем сегодня в центр а поедем мы сейчас наверное в Икею съездим в Мегу заедем потому что мне в Икею в общем хотим с мужем поменять матрас на нашей двуспальной кровати я смеюсь а я и смеюсь Ленину если сейчас мы в Шереметьево если проедем в Шереметьево ты будешь вещать видео уже просто по МКАДу и ездить круг по МКАДу а МКАД я скажу что как бы ну он стоит он стоит несмотря на то что сегодня воскресенье он стоит вот смотрите вон видите МКАД МКАД в одну сторону вот куда мы ехали он весь стоит извините что подпрыгивает телефон ну в принципе Ленинградка не лучше Ленинградка по моему вообще единственное время когда не стоит Ленинградка это наверное ночь ночь там часа два-три ночи тогда здесь можете спокойно проехать а так всегда машин очень-очень много господа подъезжаем мы к Икеи и сразу же знаете такой вывод где все москвичи проводят свое время у меня такое ощущение что весь северо-запад проводит свое время здесь потому что вы видите здесь как всегда рядом с Икеей я не знаю это проблема нашего города это или проблема всех больших городов в целом что всегда очень тяжело найти место для парковки возможно может быть если бы нам было платное было бы мест больше как ты думаешь или нет или не факт сейчас мне кажется уже по статистике на 1 москве не это это чисто моё но мне кажется практически у каждого есть машина а соответственно вы представьте сколько живет сколько живет в Москве людей если у каждого есть машина то соответственно я выглядываю справа справа не вижу слева не вижу вот такая вот огромная стоянка а мест нет вон там смотри если они загружают а их уже ждут смотрите видите какая ситуация там только открыли багажник сейчас хотят отъезжать а на месте уже стоят Mercedes поджидает что они сейчас отъедут больше Оксана в этом ряду никто не собирается отъезжать поэтому ты хочешь задний ход дать туда вперед не хочешь проехать и вот здесь когда это Оксане если предлагаешь поехали там в Мегу в Икею она как вот подумать что ей парковаться здесь где-то нужно а муж у меня я вообще молчу ему если ехать куда-то где-то нужно парковаться так вообще говорит там зачем оно нам надо прямо едет ясно что тут мест нет это заезжает не выезжает там уже стоит ждет ну то есть здесь на одного выезжающего приходится двое въезжающих о счастливчик на БМВ заехал искать место постоянно да вот и кто мне писал что там кто проводит время в магазинах там да то вот вон кстати место смотри прямо ну я пока туда доеду ну да попробуем но мы же по кольцу должны выехать как-то туда подъехать Лен а как дальше по кольцу сюда ну по кольцу потом налево давай туда наверное поедем а какая разница туда ты поедешь там мест тоже нет налево вон туда куда ты выйдешь то налево еще налево как вот туда проехать где было место вон там место не знаю туда заехать не знаю вон место смотри и вот место если это не инвалидные места вот если есть два свободных места то это инвалидные места мы были правы и киев все-таки готовится к новому году уже появились елочки мне в этом году нужно будет покупать искусственную поэтому тоже посмотрим вам такой диванчик такое яркое пятно маленькая комната и такой желтый яркий диван насколько он интересно удобен 36 тысяч попробуй сядь сядь на диван удобный ну 15 ну понимаешь 15 и на всю комнату сразу же один сплошной диван нет в икее что удобно что понимаешь вот допустим вот такая вот мебель да куда кружку поставить чашку поставить она всегда нужна но допустим полноценный стол поставить ты не можешь а вот такой вот столик вот у меня кстати наподобие вот вы пожалуйста можете постоянно поставить вот табурет 999 рублей можно как табурет использовать а можно как вот такой вот придиванный столик так а я пришла мы сейчас до комодов дойдем хочу себе поменять комод у себя в комнате мне нужен тоже какой-то светлый такой вариант вот такой вот комод с четырьмя ящиками шесть тысяч стоит видите уже во всю новый год начался уже елочки такие но правда куценькие по мне так куценькие елочки единственное что нравится это вот такая вот гирлянда в виде звезды пока что красивых елочек не увидела вот это вот на подоконник но я не люблю искусственные цветы ты любишь искусственные цвета я у одного известного блогера уже видела вот это кресло желтый а это у этого у самвела да 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 а я чуть не видела он его выкинул потом в дальнейшем поможем нет она у него до сих пор стоит конечно он помнит момент что он там пухтился а мне нравится вот эти ушки ну это мое любимое да кресло мне муж хотел в комнате поменять горит и играет свое от своего кресла не откажешь но это дешевый вариант вот то да вот она у меня стоит мне она очень очень нравится единственное что не хватает вот такой подставки для ног она слишком много места занимает у меня комната небольшая поэтому я вместо него ставлю пуфик вот она 7000 это кресло стоит ну то есть тоже хорошие варианты но не больше места занимает для для небольшого пространства вот это самое то знаете что подставка для смартфона или планшета вот это мне ваня все время просит ему свой телефон он когда вот допустим сидит кушает или еще что-то поставить некуда вот я ему возьму он будет очень доволен мне такие штуки он очень любит единственное что нужно какую-то корзинку за час как это все ходить носить вот они маленькие все столики кстати кто меня спрашивал про мой маленький столик который у меня стоит дома под мой ноутбук вот это вот такая вот подставка столик он очень очень удобно у меня в черном цвете стоит 1999 рублей ну 2000 и место занимает мало универсальный можно перенести в любое место все это по времени очень быстро и поставить любое место в общем обратите внимание если место мало то это очень очень удобно то есть такие покупали с тобой как раз 299 мне не нужен надо на работу заходить приди тебе не кажется что в икее очень очень много новинок в этот раз вот такого раньше точно не видела не помню а почему она крутится кстати так специально сделано наверное специально чтобы цены не рассмотреть 3500 ну вот 3500 такая стоит но они специально видимо крутятся под воздействием воздуха скамеечки уютные а вот такая расцветка сейчас подожди смотри какая расцветка вот интересная этих штор да шторы гордины нет а уют создается вот понимаешь благодаря такой расцветке создается уют какая-то такая мне кажется восточная да тема вот это что такое подставка для принадлежности для риса почему здесь эти нитки сделаны держать а держать для рулона бумаги ручек красок устанавливается на ровную поверхность интересно очень дорогое не очень много сейчас студии до строится да студия не по я не маленький но по космоценам вот допустим и я вот смотри 10 квадратных метров и я бы раньше еще удивилась что бывают такие комнаты есть такие комнаты а сейчас это сплошь и рядом студия 28 квадратов 26 да поэтому здесь приезжаешь в икере и можно много чего смотри я вот этого уже сто лет не видела сейчас опять появились такие приемники что ли это для почему мне кажется он настоящий можно наверное какие-нибудь пластинки здесь если пластинки уцелели не может быть настоящие у нас была пластинка с Леном в детстве с голосом Ленина да да нет настоящие это просто он современный видишь здесь стоп-старт можно пластинки вот таким вот образом слушайте это что-то прям совсем новенькое на грани фантастики вот смотри мы бы сегодня в центре на красной площади столько всего не увидели сколько здесь я считаю что не все равно боженька у нас полагает едешь в одно место а сегодня попали совершенно в другое да я даже не планировала как я тут ну как и лампу прилетела а здесь смотри детские кресла такие совсем малепусенькие для детишек наборы для творчества что разные здесь вроде бы мне вообще ничего не нужно но как-то так сделана интересная подсветка да вот акцент за счет подсветки идет на кресло на елочку что хочется здесь остановиться это кожаная ты где кожаная за счет этого двадцать две тысячи стоят очень удобно еще ноги сюда еще ноги да сюда и прям вообще будет красота все как я люблю здесь тоже песочные часы но только уже в синей расцветке сейчас а мне на этом удобном диване мягком настолько понравилось что никуда не хочется отсюда трогаться правда очень удобно я даже задумалась над сменой моего дивана хотя мой больше конечно по размерам но этот я говорю подерет Дашка Дашка подерет потому что он кожаный диван она его подерет но он очень-очень прям комфортный сидеть на нем очень комфортно спинка очень удачная она вроде бы небольшая там для головы места нет с одной стороны как бы подголовник а с другой стороны наоборот там подголовник как-то можно в общем икея это то место куда ты приезжаешь надолго ты приходишь и застреваешь здесь и ходишь смотришь и все тебе надо понимаете вот это я сегодня точно не собиралась покупать но это уже пойдет нашу копилку самое главное как мантру себе повторять мне нужен кому мне нужен стол чтобы все не забыть ну это кому как удобно кто-то стекла ставит но на стекле мышка не будет ездить так я потом вам покажу ну понятно я вам потом покажу в зале что я хочу себя поменять в своей гостиной кто-то зал называет кто-то гостиная мне нужен стол мне нужно мое рабочее место у меня там стоит журнальный стол мне неудобно я бы хотела себе вот что-то подобное но я боюсь как бы он громоздко не смотрелся но почему поменьше мне вот именно как раз таки столько всего и нужно а вот здесь смотри то есть мне нужно чтобы какие-то там моя мелочевка там провода всякие чтобы все это было убрано но я боюсь чтобы комната маленькая чтобы не съедала место ну тажерка удобная по идее вот ванну да допустим может такую поставить такие стоят сколько их здесь штук три штуки двести семьдесят девять рублей мне вот под брюки ваня нужны а это что такое зеркало что за зеркало такое оно гнуще есть какое-то зеркало да Юрчику твоему именно такого подарка и не хватает это детский шкафчик все кстати ты спешила помнишь а почему мы с тобой нет у меня мебель которая стоит и Ваня сколько пользовался этой мебелью ему она нравится это не такие мне кажется те как пластмассовые гнущиеся или такие есть они просто видишь наклеиваются а безопасные по типу ребенок не может пораниться а вот эти три красные кстати в таком же стиле как у меня так через час поскольку я сюда зашла даже наверное больше я наконец-таки дошла до вот этих вот гардеробов посиди как хотим что-то любимое любоваться светлое зеркало скажи нет такой я не хочу я хочу себе что-то подобное но это для меня вот большой комод чуть-чуть по это меньше надо но этот высокий слишком много места займет ну как комфортный мне надо чтобы он чтобы он длиннее был нет вот этот вот 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 этот мне кажется нормальный вариант сейчас я сниму его вот эти вот шестью ящиками сколько он здесь с длином получается сто шестьдесят один на восемьдесят один я потом покажу дома вместо чего я хочу его поставить так что есть еще нет я хочу поменять у меня там есть другой немножко который выбивается из контекста хочу вместо него поставить не знаю я приехала посмотреть что есть этот высокий слишком для меня вот этот тоже высокий нет мне узкий не нужен вот здесь два сразу стоит но вообще комодов много просто нужно выбрать тот что больше подойдет мне коричневые мне не нравятся в общем мне понравился вот тот комод который белый напротив я посмотрела его характеристики и надо теперь померить пройдет он у меня по стене вместится или нет так мы хотим поменять матрас я хотела посмотреть хотя бы приблизительно на какую стоимость нужно ориентироваться в общем вот такие вот девять тысяч а девять сто восемьдесят на двести семнадцать тысяч пружинный матрас вот такой вот стоит ну-ка дай посмотри там а вот еще есть какие-то матрасы но это поролоновый внутри какая-то пружина тринадцать тысяч такой стоит так какие еще есть матрас тоже здесь сто восемьдесят на двести вот с эффектом памяти матрас двадцать две тысячи в общем нужно ориентироваться на матрас а что знаешь с эффектом памяти ты любишь ну жесткость да он запомнил запомнил что ты на следующий день рожится кто-то другой на твое место и он говорит ничего на самом деле я такие смотрела от других фирм и они стоят гораздо дороже на следующий день рожится кто-то другой а он шипы выпускает потому что он уже запомнил кто лежал а это кухня-спальня здесь сразу знаете как посидел на кухне слушайте а метр а метр знаешь для чего лежит посидел на кухне встал и замерил талию нет ну вот мне светлая кухня очень нравится сто сорок тысяч такая кухня стоит но я так думаю что без разных конечно здесь вставных этих штук без вот этих вот вытяжек без все студии 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 ага и вешалки как же и мне нравятся чехлы на подушечке по 700 рублей чехлы на подушечке тоже комодик ну комод конечно он просто необходим в спальню я тоже что такое хочу приобрести здесь вешалки мимо вот этого новогоднего стола никто пройти не может вот сколько людей мимо идет все останавливаются и все любуются а как вам такой интерьер такая большая компания все вместе собираются за таким уютным новогодним столом красота прям знаете хочется подойти и рассмотреть все более подробно вот как здесь это они умудряются делать вот такой вот интерьер что ты не можешь пройти мимо вроде бы все просто и обычно а очень хочется остановиться и рассмотреть все подробно все свечами муж мне давал задание купить свечечку так 999 рублей подсвечники немножко не то все все запах здесь аромат такой свечей исходит что мне и нравится дома когда включают в смысле зажигаешь свечу что идет такой аромат это вот персиковый запах такой потрясающий персиковый очень люблю возьму персиковый возьму яблок на то что я беру в стакане свечу но чтобы мало ли там не перегрелась поверхность под ней вот эти штучки тоже нужно взять приближается прям уже совсем не за горами новый год можно купить вот это вот по-моему настоящие такие маленькие елочки в горшочках они совсем маленькие но довольно таки симпатичные 599 рублей такая елочка в горшочке стоит будет украшать вашу комнату так а здесь елки ну елки что-то мне не особо нравятся потому что они не очень пушистые мне в этом году предстоит купить елку не буду покупать живую куплю искусственную ну дождусь наверное Ашана Санта Клаус смешные по 799 рублей так ну вот приехала домой 803 это Дашке купила поднос для еды чтобы у нее ничего там не ходило ходуном миски нет почему он стеклянный пластиковый купила вот эти вот мои любимые мешочки много мешочек можно конечно понюхай ну там нарисовано определяешь чем вкусные с яблоком не вкусные с яблоком а мне понравилось Дашке миску взяла еще одну тебе кстати в Икее нет этих пакетов полиэтиленов подставка под телефон у меня уже была была так и теперь рассказываю что я хотела сделать собственно говоря можно Ваня вот смотрите у меня здесь стоит журнальный стол мне журнальный стол немножко неудобно потому что он низкий а мне нужно тоже рабочее место такое полноценное и вот сюда я хочу какой-то такой повыше белый стол ну чтобы комната у меня небольшая это не твоя комната это вообще гостиная но это мое рабочее место тем не менее смотрите что Дашка делает вот тот диван который бежевый я показывала представляете что с ним будет если до него доберется Даша а ведь она до него доберется это же стопудово она до него доберется вот ну и в общем то вот белого стола сюда сегодня вот подходящего я не нашла потому что мне нужно чтобы там во-первых он был как видите не очень большой Ваня что сказала можно во-вторых нужно чтобы там были какие-то ящики чтобы можно было что-то убрать ну и в третьих вот надставки в общем не знаю это нужно мерить и по поводу комода в общем смотрите у меня белая кровать белый пуф шкаф и вот сюда я хочу тоже вот такой же белый комод то есть это у нас еще с предыдущей квартиры шкаф остался мне он здесь нужен под всякую мелочевку там всякие не булай ну в общем всякая ерунда вот но он сюда не очень хорошо вписывается да и поэтому я хочу сюда точно такой же вот белый комод и вот сегодня в икее я его смотрела но вот этот вот который я вам показала мне понравился теперь мне нужно здесь померить все если он у меня войдет если не будут мешать вот здесь вот вот эти выключатели по длине то мы его поменяем да Дашулька Даш ну как тебе не стыдно ну как поползла как поползла Даша Даша в общем ну и матрас матрас мне понравился вот в общем матрас комод на повестке дня а вот со столом видите не срослось стол не нашла Вань а что ты не на кухне ты не поняла ты же сейчас здесь нассоришь вот так вот у Дашки теперь тоже аккуратно видите потому что она когда ест она вот эти миски постоянно сдвигает с места на место а вот этот маленький поднос он не дает двигаться вот этим чашкам и это очень очень удобно видите она теперь довольная счастливая и у нас будет упорядочено вот такое место здесь на кухне для еды в общем дорогие друзья вот таким вот образом сегодня мы вместе с вами побывали в Икее посмотрели может быть вы для себя тоже что-то полезное нашли из этого обзора увидели ну а на этом у меня все как всегда всем желаю добра удачи позитива и обязательно увидимся с вами я хочу братлиц навечно это чудо ни о чем другом просить судьбу не буду это самое заветное желание как же раньше без тебя как же раньше без тебя как же без тебя она жила